Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. От Кирова до Самары может появиться субсидируемый авиарейс. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов во время прямого эфира, который прошел в соцсетях. Он рассказал, что после проведенного опроса правительство области обратилось во все регионы, куда хотели бы летать кировчане. Рейсы должны быть субсидируемыми. И на данный момент о возможности предоставления субсидий удалось договориться с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, рассказал Соколов. Когда будет запущен рейс, сказать пока нельзя, так как решается такая задача небыстро, добавил губернатор. Отмечу, что также среди желаемых направлений полета в кировчане называли минеральные воды Махачкалу, Екатеринбург и Калининград. Стоимость квадратного метра в кировских новостройках превысила 95 тысяч. Рос с начала года почти 14%. При этом за третий квартал квадратный метр подрос на 8%. В новостройке Кирова квадратный метр обходится в 95 тысяч 248 рублей. Такие данные приводит портал МирКвартир. Квартира в новостройке в среднем будет стоить покупателю 4 миллиона 700 тысяч рублей. Это на 25% больше, чем в начале года. В эфире экономика. Основательницы КПК «Инвест» ужесточили условия домашнего ареста. На Ирину Макарову возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На время его расследования она находится под домашним арестом. Эта мера пресечения была избрана 8 июня, а в сентябре суд ужесточил условия и запретил Макаровой прогулки, пишет портал «Источник онлайн». Причина такого решения суда не сообщается. Также Макаровой, как и ранее, запрещено общаться с фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом, отправлять корреспонденцию. Напомню, КПК «Инвест» внезапно прекратил работу в середине мая. Основательницу Ирину Макарову задержали в московском аэропорту. В настоящее время в правоохранительные органы поступило более 800 заявлений от пострадавших вкладчиков. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.